Щелковский историко-крывеческий музей был создан на общественных началах 50-летию Октябрьской революции в 1967 году. Материал, представленный в этот период, ограничивался военно-революционной тематикой. В качестве общественного музей просуществовал до 1989 года. После чего был закрыт из-за отсутствия помещения. В 1993-м возродился в новом статусе как Щелковский районный крывеческий музей. В 2001 году музею был передан весь первый этаж здания. Появилась возможность организовать новые экспозиционные площади. Архивы и помещения для сотрудников. В 2005-м музей смог расширить свои площади за счет второго этажа. Уникальность здания, где сегодня располагается музей, очевидна. Здание занимает выгодное положение на углу двух улиц и фиксирует их пересечение с помощью скошенного угла, выразительного второго этажа и балкона в третьего яруса со слуховыми фигурными окнами. Архитектура здания – редкий пример органичного сочетания форм модерна и новаторских авангардных форм. Это здание – самое настоящее архитектурное наследие Щелкова. Из этих окон когда-то звучали революционные призывы. Эти стены – настоящие свидетели эпохи, которые помнят лица и судьбы людей. Скоро здесь начнется черновая работа. Сейчас они отдыхают. Ну а позже, по задумке, здесь развернется несколько экспозиций, в которых будет отражена культура и история Щелковского края. История здания поистине грандиозная. О ней в ходе презентации рассказывала директор историко-кровеческого музея Наталья Богданова. С интересом выслушали ее гости мероприятия, руководство района, представители отрасли культуры и просто неравнодушные люди, которые внесли личный вклад и оказали помощь музею. Несомненно, в этих стенах суждено отражаться истории. И так тому и быть, решили районные власти и отдали верхние этажи под новые экспозиционные площади. Вы пришли с этим вопросом. А мы с Алексеем, наверное, загорелись все-таки идеей, что в городе Щелково, вот в этом, наверное, на почте Ленин, это осталось единственное, что того времени здания собрались. Именно то, что это здание должно быть обязательно отдано музею. Понимаете, вот когда взаимодейству с этим человеком понимает, что надо помочь, надо, потому что за ним стоит будущее Щелково. Надо отметить, что архитектурный проект разрабатывался еще в 1993 году, но сегодня время диктует новые правила построения экспозиции и работы музеев. Это учитывал и молодой архитектор, автор нового проекта Алексей Воробьев. В его представлении пространство – это рассказчик, экспонаты, свидетели событий. Все пространство – это повествовательная сфера, в которой каждый штрих и деталь важна в общем контексте события. Вся экспозиция делится не хронологически, а именно тематически выделит те зоны, именно те темы в городе, которые наиболее выделят музеи среди остальных музеев Московской области, поскольку сегодня и программа по благоустройству городов наших, по выявлению их идентичности, именно направлена на то, чтобы именно подчеркнуть то, что действительно отличает каждый город. Алексей Воробьев разработал концепцию, которая еще будет прорабатываться и дорабатываться с учетом многих факторов, но уже сейчас, можно сказать точно, задумка – достойное внимания и понимания. Конечно, она мне близка и понравилась, потому что мы совместно, конечно же, работали. Архитектор обратил ваше внимание на то, что сотрудники музея, научные сотрудники составляли техническое задание. А ведь эти бесценные площади могли бы использоваться в других целях. Однако, как говорится, все хорошо, что хорошо продолжается. Лилия Тимеева, Сергей Василевский, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова